Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет. Народный букмекер. Алексей, какие эмоции после первых дней? Многих ли знал? Что успел заметить про коллектив, про организацию? Интересно или тренировки? Первое, да, я знал несколько человек в команде, и перед подписанием, перед переходом сюда я созванивался, буквально списывался с несколькими из них. Допустим, с Кирюхой мы, с Условом, играем уже не первый раз вместе в командах. Мы играли и в Норвегии вместе, и в Хабаровске вместе, и сейчас уже в Воронеже вместе. С Дашаевым тоже вместе были в Нальчике, с Акбашем в Рубине. Поэтому, в принципе, с Кулей и в Ростове, когда-то давно-давно в детстве. Поэтому, в принципе, команда хорошая, сыгранная. И я не вижу много трансферов этой зимой, потому что команда точечно усиливается. По тренировочному процессу могу сказать то, что это, наверное, одни из самых тяжелых сборов в моей жизни. Очень резко, очень так начали. Очень тяжело прям. Тренировки идут, несмотря на то, что зимой тренировались в отпуске, не халявили. Но тренировки очень высокая интенсивность. Надо все это выдержать, надо вытерпеть, чтобы набрать хорошую форму к сезону. Почему выбрал «Факел»? Ну, у меня было несколько предложений. Были предложения из Европы, было несколько предложений из ФНЛ. «Факел»… Я очень долго думал, вот, тоже говорю, созванивался, списывался с ребятами. Мне сказали, что здесь очень хороший коллектив, хороший тренерский штаб. То, что команда растет, развивается. И у команды очень высокие цели, амбиции, задачи. Вот, которые… Я, ну, так сказать, я хочу помочь команде добиться ее максимальных результатов. Знаешь ли вратарей, которые раньше играли в Воронеже? Может быть, ты слышал о человеке, у которого схожая с твоей фамилией? Это вратарь Валерий Городов. Нет, не слышал, не гуглил, не знаю. Ну, то есть, вообще никого из старых вратарей «Факел» никого не помнишь? Я сам просто вратарем только стал в 16 лет, и я не знал, что я буду вратарем. И как-то так получилось, и я даже… У меня кумиры даже футбольные, полевые игроки, а не вратари, поэтому как-то так. Ну, а вратари типа Мануэля Нойера или Эдерсона, которые много играют ногами, выходят в поле? Они, конечно, у меня в уважении, но… У меня вот есть там Фернандо Торрес и Франческо Тотти. Те люди, которые действительно с детства являлись моими кумирами. Ну, вот из ротарей более-менее, вот «Харт» времен Манчестер-Сити, вот как-то, вот, например, он. Были какие-то казусы или приколы из-за твоей редкой фамилии? Да нет, я бы не сказал, в принципе. Не казусов. Ну, вот, когда представление, например, СК Хабаровск было, вот это городовой, городовой, вот этот японский или китайский городовой, раньше была передача вот эта вот, и в этом стиле что-то сделали. Ну, так, и, в принципе, и друзья, и родственники тоже так немножко посмеялись, все было креативно, вот, и затронули эту тему. А так, в принципе, ну, все тихо и мирно. Самый пока запоминающийся матч в твоей карьере? Наверное, последняя игра, которую я играл в Норвегии. Мы играли с футбольным клубом «Старт», по-моему, да. Вот, и я, получается, долго не играл, у меня там были небольшие проблемы с клубом. Они хотели, чтобы я переподписал новый контракт, ну, и продолжил играть. А у меня уже было предложение из Рубина, и я, ну, как, получается, там, полгода оставалось, и я не стал продлевать контракт, и, ну, вот, они, получается, стали другого вратаря. И получилось так то, что один вратарь получил травму, у другого был перебор карточек, и им пришлось все-таки меня поставить. Вот, и тогда, получается, игра была, если бы мы выигрывали, мы бы попадали в топ, там, 4 или топ-6, и боролись бы за квалификации, за выход в премьер-лигу. А если мы проигрывали, то они становились бы чемпионами. То есть вот такая очень была игра, и мы ввели, по-моему, 1-0, там, до 70 какой-то минуты, и потом у нас удаление, и все-таки мы не дотерпели, и проиграли эту игру. Но вот ее я больше всего запомнил, там очень много было и хороших моментов с моей стороны, и вот атмосфера, когда вот после свистка все выбегают на поле, начинают праздновать, радоваться. Вот, и такие. И с одной стороны, ты испытываешь смешанные эмоции от этого. Чем бы ты в жизни занимался, если бы не футбол? Ну, не знаю. Мобилы продавал бы в Билайн где-нибудь. Не знаю, я, в принципе, всю жизнь, всю жизнь то, что я себя помню, там, с 6 лет я занимаюсь футболом. Да, я закончил школу, закончил институт, и, в принципе, там, без троек закончил, все хорошо было. С этим парень не глупый, но я не представляю свою жизнь без футбола. Я не знаю, ну, кем бы, кем бы я мог бы работать даже, без понятия. Играл ли ты когда-нибудь против Факела, и играл ли ты конкретно против Факела в Воронеже? Против Факела в Воронеже я ни разу не играл, и ни разу не был в Воронеже. Вот, а против Факела, да, играл, мы играли с Велесом в Домодедово, и сыграли 1-1. Мы тогда на первых минутах пропустили, вот, но потом отыгрались. Немало ты тогда подтащил, насколько я помню. Ну, когда же я не знал, что я окажусь в Факеле. Если бы тебе предложили взять в Факел двух вратарей в конкуренцию, одного легионера, одного нелегионера, кого бы ты выбрал? Одного легионера в конкуренцию. А у меня, получается, друг мой, ну, мы с ним вместе играли в Норвегии, Тобиас, немец, хороший парень, я бы его сюда взял как конкурента. Хороший вратарь достаточно, и хороший человек. А из русских? Ну, я даже не знаю. Ну, Никиту Медведева, например, из Рубина. Было бы интересно. С кем веселее? Со Слуцким или с Юраном? Они в разной степени у них немножечко. Ну, в принципе, и в Рубине, и в Хабаровске были такие моменты, когда тренера разбавляли шутками, приколами, потому что это нужно. Невозможно все сборы или там в сезоне провести все на серьезности. Нужно какой-то момент где-то разбавить. Ты должен это чувствовать. Как тренера они это чувствуют. И я очень рад, что мне посчастливилось поработать и с одним, и с другим. Это ты пел в группе Плазма? Нет, я немножечко моложе, чем исполнители этой группы. Прилетев в норвежский Кангсвингер, ты встретил очень сильного парня Кирилла Суслова. Как тебе его прическа теперь? Кирюха Суслов – это отдельная история. Это просто, не знаю. Я когда прилетел в Норвегию, я сразу увидел этого Пижона, как в то время я подумал. Это прическа, чистенькие, там, белые найковские кроссовочки, носочки, там, маечка, шортики. Такой красивый. Я думал сначала, что это какая-то, ну, модель там или что, я не знаю. А потом оказалось, что это Кирюха, который тоже русскоговорящий парень и играет в Норвегии. Мы вместе сели, нас тогда встречал наш менеджер, Отто Фредриксон. И, получается, мы сели втроем вместе в кафешке, посидели, пообщались, и, как бы, я поехал, вот, в Концвингер, в этот город. И потом, в дальнейшем, я жил у Кирюхи дома, и, как оказалось, это золотой человек. Ну, то есть, блин, у нас просто очень много похожего по жизни, и очень, ну, похожие цели и задачи, так сказать, которые мы перед собой ставим. Какие вот личные перед собой ты ставишь пока задачи? Глобальные или... И глобально, и локально? Ну, не знаю. Я пока, пока что на сборе хочу хорошо провести сбор, без травм. Самое главное, познакомиться с командой, вот, поближе всех выучить по именам, потому что по лицам... У меня на лица очень хорошая память, а вот на имена немножечко тяжело, и поэтому у меня с этим всегда проблемы. Вот, поэтому хочу всех выучить. Вот, конечно, хотелось бы выиграть конкуренцию за место основного вратаря. Хотелось бы играть и помогать команде добиваться тех целей, которые мы перед собой ставим. Вот, а вообще глобально, конечно, это выход премьер-лига, дебют в премьер-лиге, ну, и там уже дальше, как пойдет. Субтитры сделал DimaTorzok